Всех приветствую на моем канале. В сети внезапно появились изображения абсолютно нового третьего поколения Renault Duster, которое должно увидеть свет в конце 2021-начале 2022 года. В России до сих пор продается Duster первого поколения, который практически ежегодно переносит небольшие обновления. Многие потенциальные покупатели уже заждались машину второго поколения, но, судя по всему, мы ее не увидим вовсе. По последней инсайдерской информации, Renault запланировала продержать Duster первого поколения на конвейере российского сборочного завода еще два года, а потом сразу же заменить его на машину третьего поколения. В отличие от Renault Duster первого и второго поколений, которые были построены на платформе B0, кроссовер третьего поколения будет построен на платформе CMF LS, то есть упрощенной версии единой модульной платформы концерна Renault Nissan. Такое решение позволит привести уровень пассивной и активной безопасности Duster к современным стандартам. Не секрет, что автомобили на платформе B0 значительно уступают по уровню пассивной безопасности большинству своих конкурентов, а оснащение их некоторыми системами активной безопасности невозможно в принципе из-за ограничений старой платформы. А учитывая, что эти автомобили продаются и в Европе под бюджетным брендом Dacia, данную модернизацию уже было невозможно откладывать. Таким образом, новый Renault Duster, так же как Logan и Sandero следующего поколения, сделал технологический прорыв и уже не будут автомобилями для самых бедных и непритязательных покупателей. Сохранить конкурентоспособный уровень цен позволит относительно простой дизайн интерьера и экстерьера, простые материалы отделки и высокий уровень унификации между моделями. Тем не менее, новый Duster станет очень привлекательным автомобилем. Даже Duster первого и второго поколения, в отличие от Logan, никогда не выглядели откровенно бедными. Тем не менее, некоторые дизайнерские решения, вроде абсолютно примитивных задних фар, подчеркивали его положение в иерархии Renault. Новинка же ни в чем не будет уступать конкурентам. Новый Duster получит характерную для современных моделей Renault решетку радиатора, которая будет плавно перетекать в современные светодиодные фары. Дополнительные секции фар будут расположены в переднем бампере. Дизайн получился очень современным, лаконичным и агрессивным. Боковая часть нового Duster будет лишена большого числа выштамповок. При этом профиль автомобиля изменится в значительной степени, за счет иной формы окон задней двери. Сзади новый Duster будет отличаться светодиодными фонарями сложного дизайна, которые будут заходить на заднюю стойку кузова. В любом случае, это не окончательный вид нового Duster, а всего лишь ранние рендеры. Финальная машина может существенно отличаться от того, что мы сейчас видим на фотографиях. Интерьер автомобиля станет куда более привлекательным. У Duster появится цифровая приборная панель и крупный дисплей мультимедийной системы по центру, который, как и на всех моделях Renault, будет расположен вертикально. Он будет обладать поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Также в машинах для России появится поддержка Яндекс.Авто. Большинство же второстепенной функций останутся управляемыми аналоговыми переключателями. Сохранится и традиционный селектор выбора режимов автоматической коробки передач. Несмотря на свою бюджетность, новый Duster сможет оснащаться 8 подушками безопасности. В версии для европейского рынка в России их вряд ли будет больше 6. Итог максимальной комплектации. Также Duster для европейского рынка получит полный перечень средств активной безопасности, включая систему автоматического торможения, удержания автомобиля в полосе, активный круиз-контроль и систему камер кругового обзора. Большинство из этих систем, конечно же, на российском рынке мы не увидим. Также Duster должен получить более эргономичные сидения. Что касается техники, то здесь изменений также будет немало. За счет переезда на новую платформу Duster получит более жесткий кузов, что благотворно скажется не только на пассивной безопасности, но и на управляемости автомобиля. А также за счет более широкого использования высокопрочных сталей позволит снизить массу, что при тех же силовых агрегатах позволит снизить расход топлива и улучшить динамические характеристики. Duster будет оснащаться двумя типами задней подвески, независимой на полноприводных модификациях и полузависимой на переднеприводных. В Европе Duster будет оснащаться литровым бензиновым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 100 л.с. в сочетании с механической коробкой передач. Также будет модификация с полуторалитровым дизелем. Обе модификации будут мягкими гибридами. В России же Duster, как и прежде, будет доступен с ниссановским мотором 1.6 мощностью 114 л.с. Однако, если сейчас такой мотор доступен лишь шестиступенчатой механикой, то на новом Duster он будет доступен и с вариатором Jatka JF015E. Правда, такая машина сможет быть лишь переднеприводной. На смену же двухлитровому двигателю придет турбомотор от Arkane, объемом 1.33 литра, выдающий 150 л.с. Такая машина будет предлагаться как с шестиступенчатой механикой, так и с вариатором Jatka JF016E. Обе модификации будут доступны как с передним, так и с полным приводом. Останется и дизельная версия, которая сможет сочетаться с шестиступенчатой механикой. В России новый Duster стоит ожидать в 2022-2023 годах. Тогда же на конвейер российского завода встанут новые Logan и Sandero. О цене пока ничего не известно, но очевидно, что с учетом инфляции машина станет дороже на 100-200 тысяч рублей. Больше всего подорожают топовые модификации за счет установки дорогого турбомотора. На данный момент это вся информация о новом Renault Duster, как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав комментарий, как вам новый Duster, так как только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.